друзья всем привет с вами женея огонь и сегодня я попробую найти очень крутой бункер который мне недавно рассказали ребята есть огромнейший бункер у нас в лесах около янтарного я попробую найти бункер был как-то связан со связью у меня есть только примерные координаты объекта я не знаю где он опа так это что у нас это у нас изолятор от линии связи от воздушных значит и тут бункер тоже должен быть так что это но это закладные под антенны и мы видим холм так он в эти надо да очень такая приколюха вырисовалась интересная сейчас гоним что за бункер а по ребятами дорога уже асфальтированная на самом деле облуждание по лесу были многие обрезаны в пользу краткости но вот он вход в бункер его свежие яблоки даже лежат смотрите ребят это гермо двери такие желтые гермо двери толщину гляньте их почему же хотим не украли да потому что гермо двери внешне железная а изнутри вся пролита бетоном и вот такая вот дверь изнутри это соответственно бункер был готов выдержать ядерную войну ну ядерный удар двойная гермо двери еще раз можно закрывалась открывалась ого бункер то двухуровневые у нас не честно вообще бункер очень такой крутой сейчас попробуем исследовать бункер и накопать кое-какую информацию про него как говорят знатоки гермо двери подобного типа производились советском союзе в пятидесятых годах двадцатого века да и что говорить по компоновке бункер чистой воды советский система фильтр-вентиляция то есть очистки воздуха клозет кстати а тут был спуст на нижний уровень будем искать как спуститься вот лестница сейчас спустимся но пока что исследуем первый уровень более высокий ситуационный зал по всей видимости еще один огромный зал аппаратный или аппаратный или ситуационный ничего себе короче ребят тут даже подземный ход видимо это аварийный выход отсюда но проверим сейчас да это аварийный выход на случай того если основной выход будет завален из него будет невозможно выйти при необходимости разламывается стена и персонал покидает объект по этому ходу а еще я вожу экскурсии по калининграду и по калининградской области возможно как классические программы так и самые невероятные экшн-туры все ссылки в описании под видео обращайтесь да кстати у меня есть аккаунт где опубликую фото и видео обзора а также рассказы формате stories подпишись будь в курсе самых интересных локаций нашего края а также прямая связь через директ то тут есть вариант спуститься на нижний уровень вот такой еще козьей лестнице давайте попробуем конечно стрёмно честно скажу стрёмно а потом будем узнавать информацию кстати ответил это труба артезианской скважины то есть тут был свое автономное водоснабжение и вот на нижнем ярусе оказались давайте осмотрим что ж тут были какие системы тут была лестница опять же вентиляция родные двери фу пахнет будто кто-то тут умер а вот здесь шли видимо те самые кабель-каналы от средств связи с другой стороны тоже самое кабель-каналы шли блин запах тухляка просто невыносим 1 bp69 о тоже какой-то зал ситуационный выгородка даже когда это по всей видимости тут стоял дизель-генератор обалдеть двойное бронестекло видите стекло это или орг стекло сейчас скажу это двойное орг стекло для чего ребят не знаю но запах дизель-генераторный о да вот это вот сама дизель-генераторная дизель ставился с верхнего этажа сюда спускался и тут он уже был установлен а сейчас валяются кита тухлые йогурты дизель-генератор нужен для автономности по электроснабжению объекта если мало ли отключится основной источник питания ребят вот честно этот бункер мне чем-то напоминает бункер ядерных силы рвсн который находится в сморгане видео обзор можете посмотреть по ссылочке которая всплыла у вас кстати когда они рассказывали про этот бункер мне сказали что якобы даже ядерная энергетическая установка ну это разумеется уже баньки вот даже увиден выхлоп дизеля видите то есть отсюда был выход каково же назначение этого объекта это был приемный радиоцентр который принимал и усиливал сигнал с кораблей самолетов и дальних военных баз балтийского флота а позже готовый сигнал шел в штаб флота шло время и оборудование да и сам этот объект морально да и физически устарели и в середине 90-х годов он был оставлен военными а позже растащен на металл как оказалось это был приемный радиоцентр который назывался порт но многие ваши обычно называют гранит и он частично относился к пдрц контур который вам опять же рассказывал контур передавал порт принимал радиосигнал и дальше его уже обрабатывал такие дела видите сколько подводов кабелей есть информация что уже после того как бункер забросили его использовали в качестве овощехранилища ближайшей школы для деток с характером под названием мост друзья если понравилось видео ставим большой палец наверх подписываемся на канал и обязательно бьем в колокол чтобы быть в курсе новых обзоров с вами уже не огонь всем пока с вами был же не огонь всем пока субтитры сделал DimaTorzok